Что такое правильный путь? Это принять свою судьбу, принять всех своих близких, принять страну. Хоть, допустим, хотите с Украины уехать, ну нет проблем, где хотите, там живите, никто вас никак не заставляет жить, но вы примите сначала свою страну. Когда вы ее примите, тогда и решайте, надо вам уезжать или нет, или вы хотите бросить мужа, за это, конечно, вы будете отвечать. Вот, но вы сначала примите, это же ваша судьба, а потом уже думайте, что с этим делать, понимаете? Обычно, когда человек принимает свою судьбу, он уже ничего менять уже не хочет, потому что ему так нормально. Обычно человек бежит от своей судьбы, вот в этом проблема. Проблема ведь не уехать из Одессы, проблема убежать от себя, вот в чем проблема, понимаете? Вот в этом проблема заключается. Я вам рассказываю, как самим вам это без меня делать. Думайте, я за вас должен это делать. Вы должны сами разобраться в своей жизни. И для этого я вам рассказываю, как это делать. Ну то есть, первое, что человек делает, это он начинает двигаться, просто идти. Понимаете, вот девушка, допустим, мне сказал, три тяжелейшие заболевания. Она просто начинает идти, просто начинает двигаться, и судьба уже начинает побеждаться, понимаете? Потому что, даже если говорить с технической точки зрения, все эти болезни означают плохое пищеварение. Означает, что вот все, вот эти все, и туберкулез, там, и рак, и его организм должен все это переваривать. Просто все эти клетки, все эти... Просто если огонь, пищеварение сильный, огонь в организме, то он сжигает все это ненужное, понимаете? А эта сила вырабатывается при движении, мои дорогие друзья. Просто при движении. Поэтому человек начинает бегать или длительно ходить, все ненужное из организма вылетает сразу. Я вам приведу такой пример. Я когда, ну, где-то пять лет назад, у меня вес был где-то под 90 килограмм. И я почувствовал уже, что что-то я не худею. Я вот даже пощусь, я не худею. То есть организм не мог просто в это ненужное вещество из себя вышвырнуть. Я чувствую, что это мне не нужно, уже лишнее. Я когда начал бегать, то сразу лишние вещества не выходят из организма. Для этого нужно дойти до определенного энергетического слоя. Вот лишний вес находится, вот, допустим, я начал бегать от 40 минут до 60. Это второй психический цилиндр. Там уже начинается жир. Но на втором и третьем психическом цилиндре находится жир. И первый раз я увидел, почувствовал, как у меня снижается вес. Понимаете? Потому что организм получил доступ к этому жиру. И он начал его сразу оттуда из организма. Вот, ну то есть сразу это произошло, когда я начал бегать от 40 минут до 60. Понимаете? То есть как только организм энергетически стал сильнее этого, он тут же начал жир из организма вышвыривать. А потом от 60 минут до 80, то есть час, как бы, 1 час-20 минут я уже когда начал бегать, то тогда у меня все эти 8 килограмм ненужные, они все улетели. И потом все, то есть я бегаю, допустим, час 50, допустим, я не худею. Ну то есть у меня все стабилизировалось, вес стабилизировался, так и не изменилось. Прошло 5 лет, у меня 80 килограмм держится и ничего не меняется. Это мой нормальный вес. Все, мне больше не надо, мне меньше не надо. То есть организм сам знает, сколько ему надо, но ему нужны силы для этого. Понимаете? И точно так же силы нужны для того, чтобы посмотреть в свое сердце, мои дорогие друзья. Именно волевые силы. Потому что если вы, допустим, вы говорите, Олег Геннадьевич, вот я молиться сажусь, допустим, и что-то мне так тяжело на сердце становится, плохо. Молитва означает взгляд в сердце. Вы садитесь молиться и так. Почему? Потому что вы не готовы формировать чувство собственного достоинства. Вы не готовы смотреть в сердце, потому что вы не хотите заниматься вот этим анализмом своей судьбы. Вы говорите, Олег Геннадьевич, как посмотреть в будущее? Надо сначала с настоящим разобраться. Будущее находится дальше настоящего. Если вы хотите видеть будущее свое, предчувствовать беду, то это очень просто сделать. Вот молитесь и разберитесь с настоящим. В то время, когда у вас сердце, легкость и чистота появятся по поводу той вашей жизни, которой вы сейчас живете, с этого момента вы сможете уже дальше контактировать с будущим. Потому что будущее человек не видит, потому что он не может посмотреть в настоящее. То есть взгляд вот этот внутренний, может смотреть куда угодно, хоть в прошлое, хоть в будущее, начинается все настоящего. Понимаете? Настоящее очистите, вы поймете свое прошлое, можете даже прошлой жизни почувствовать. Но все это называется очищение сердца. Чем больше его очищаете, тем больше видите. И вперед, и назад по своей судьбе. Поэтому начинать надо с настоящего. Надо сначала принять свою судьбу, иначе вообще человек ничего не может ни понять, ни увидеть. Сначала принять свою судьбу.